Оставление джамаат-намаза Всевышний и милостивый Аллах своей безграничной милостью дает человеку многочисленные шансы увеличить свои благие деяния и покаяться в своих грехах. Одной из таких милостей являются коллективные молитвы, пятничная молитва и коллективная молитва, так называемые джамаат и джамаат-намазы. Согласитесь, что это большое благо, совершая тот же намаз, но коллективно, получать за него большее вознаграждение. Намаз назван столпом веры. Именно поэтому намазу придается столь большое значение. Конечно, имеется в виду намаз, который имеет шанс быть принятым Аллахом. А совершить намаз индивидуально так, чтобы его принял Всевышний, довольно трудно. Намаз же, совершенный коллективно, можно сказать, почти всегда принимается Всевышним. Кроме прочего, джамаат-намазы играют большую роль в воспитании коллективизма и в развитии добрых отношений между мусульманами. Несомненно, если мусульмане встречаются, приветствуют друг друга, общаются и молятся вместе пять раз в день, то и отношения между ними будут добрые. Аятов и хадисов, призывающих к коллективным молитвам, очень много. Приведем некоторые из них. Однажды на джамаат-намаз не пришло большинство мусульман. Услышав, что прибыл караван, они пошли его встречать. Узнав об этом, пророк, саллиллаху алейхи вассалам, сказал, что он хотел бы собрать дрова и сжечь дома тех, кто оставил джамаат. Обратите внимание на то, как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалам, известный своей милостью и благонравием, хотел наказать нерадивых. Это говорит об огромном значении джамаат-намаза. Известно следующее изречение пророка, саллиллаху алейхи вассалам. Я намеревался пойти к тем, кто не пришел на джамат и молился дома в одиночку и сжечь их дома. Также пророк, саллиллаху алейхи вассалам, сказал, Аллах не примет намаз того человека, кто, услышав призыв к молитве, не ответил на него без причины и совершил намаз в одиночестве. Какой должна быть причина, спросили его. Болезнь и страх перед врагами, ответил пророк, саллиллаху алейхи вассалам. Известен хадис, когда на вопрос, что будет с тем, кто постится днем, ночью не спит и служит Аллаху, но не молится в джамаате и в джумате, был дан ответ, что место тому в аду. Однажды пророк, саллиллаху алейхи вассалам, сказал, нет молитвы для соседа мечети, кроме как в мечети. Его спросили, кто же сосед мечети? Тот, кто слышит призыв к молитве. Был дан ответ. Известен хадис, в котором говорится. Аллах проклял троих, руководителя, имама, которого люди ненавидят. Женщину, ночь мужа которой, прошла в недовольстве ею. Того, кто услышал призыв к молитве и не ответил на него. Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал, «Лучше заполнить свои уши расплавленным свинцом, чем услышать призыв к молитве и не ответить на него». Ибн Мас'уд сказал, «Кто желает, чтобы завтра встретил Аллаха мусульманинам, пусть исполняет эти пять молитв, как только прозвучит азан. Поистине, Аллах определил для нас сунны, которые ведут нас к истинному пути. Если вы будете молиться дома, вы нарушите сунну. Если оставите сунну, то вы заблудитесь. И нет среди таковых, то есть оставивших сунну, никого, кроме лицемеров или больных». Продолжение следует...